Команда, которая еще не проигрывала, даже не пропускала забитых мячей против команды, в составе которой есть лучший бомбардир турнира и лучший вратарь турнира. Вы догадались, о ком я? Да, это матч Испания-Грузия и это превью. Погнали! Итак, друзья, всего один день до решающего матча, очередного решающего матча сборной Грузии. Спасибо вам огромное за просмотры, за лайки, за комментарии. Небывал успех предыдущего видео. Вы наверняка заметили, что у него уже больше 150 тысяч просмотров. Это очень круто, до сих пор не могу в это поверить. Давайте. Кстати, не рассказывал вам, вот так вот в метро Тбилиси Мамардашвили приветствует всех с Пепси. Еще до турнира сделали эту рекламу и не прогадали. Ну, а я решил поехать на Station Square, на вокзал. А, туда на стадион Динамо, где проходил последний матч сборных Грузии и Испании, Тбилиси. Вот видите, и видео рекламы есть, участия Мамардашвили. Друзья, ну, по крайней мере, я попробовал. Я подошел к нескольким полицейским. В отказ все идут. Вот, смотрите, кстати, впервые вижу Мика Утазо, чтобы висел прям особняком. И вместе с Роналдо, интересно. Да, смотрите, еще один прилавок, где сборная Португалии и Роналдо все-таки первые, несмотря ни на что. Да, футболки могут быть разные, но флаг везде один. Вот уже совсем рядом. Сейчас нахожусь возле стадиона Динамо или арена имени Бориса Бачадзо. Посмотрите, во что превратился здесь местный магазин. Здесь флаги, многочисленные футболки. Все покупают. Очень большой интерес, очень большой ажиотаж. За то время, что я здесь находился, наверное, штук 10 купили футболок. И Мамардашвили здесь есть, и Мика Утазо. И вообще, не знаю, какая-то аллея славы. Как будто здесь какая-то коллекция футболок. Видите, очень много флагов. И самое интересное, что их с каждым разом становится все больше. Я был здесь на молодежном евро, и такого количества не было. Мика Утазо, конечно же, есть. Чиквитадзе, Мика Утазо, Мамардашвили. Ну, в ВИЧ это понятно. Ну, очевидно, что не оригинал, но с евро футболки тоже есть. И я вижу, что люди здесь очень-очень активно закупаются. Видите, прямо сейчас Мамардашвили покупают. Прямо при мне. А скажите, кого больше покупают? Какие футболки? Да, спасибо. А вот и все. Раз, два матча. Все, конечно, красиво это все выглядит, смотрите. Ну вот, паренек. Вот так вот и работает футбол, понимаете? Да. Простите, а можно вас спросить про футбол? Решили купить футболку? Да. А вы все матчи смотрите? Да. А какой любимый игрок? Футболка. 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 Да, в прошлом матче Роналду. Футболка. Ага. Футболка. Да, да. Видите, здесь ажиотаж просто все кипит днем. Покупают, покупают футболки. И, не знаю, и себе, и друзьям, и, смотрите, и шарфики. Ничего здесь только нет. По-русски понимаете? Понимаю, да. А скажите, что ждете от Испании? Ну, вот видите, о чем я вам говорил. Кстати, смотрите, такой еврокорнер. Много флажков. Португальский флаг. Вот можно кастомизировать футболки. Не знаю, что это такое, но здесь это флаги всех команд-участниц. Давайте, кстати, зайдем посмотрим. Смотрите, такой классный магазинчик. Чего здесь только нет. Клинсман даже есть. Ничего себе. Руни. Балак Кан. Недвид. Видите, мечи здесь есть. Кстати, текущая форма. Ламин Ямаль, которая может огорчить сборную Грузию вполне. Надеюсь, что нет. И Будузи Взивадзе, которого мы пока на поле вообще не видели. Так, давайте посмотрим на фамилию, кто здесь представлен. Кварацхелия, Чиквитадзе. Еще один Кварацхелия, Качарашвили. Кстати, давайте здесь посмотрим. Зивзивадзе, Кварацхелия. Есть без фамилий. Чиквитадзе. Ну, Давид Ашвили. Странно, что, кстати, Михаутадзе я не вижу. Ну и Роналду, конечно, есть. Вы видите, в принципе, сколько у футболок. И вот та самая футболка, как у Хвичи была после игры, если помните. Ну, есть кастомизированные версии футболок. Видите, что даже и на странных студентах. Ты хочешь купить этот шорт? Да, я хочу купить этот шорт. Ты живешь здесь? Да, мы учимся. Ты смотрел все игры? Да, я прошел последние несколько игр. Да, я прошел. Ты планируешь, чтобы увидеть его сегодня? Да, я прошел. Что это? Твой любимый игрок? Нет. Тради. Микаутадзе. Мамадашвили. А, Мамадашвили. Ты не хочешь купить его? Это шорт, да? Тради очень хорошие. Но я люблю игроков. Да, он удивительный. Смотрите. И в стужей, и в зной. Но это не тот, как из Кири, о котором Макси подумал. Другой. Смотрите, все-таки удалось мне найти. Микаутадзе еще есть. Кому интересно, приходите. Качарашвили очень много тоже. Хотите розыгрыш? Пишите в комментах. Да, смотрите. Сумасшедший ажиотаж. Прямо мне здесь, наверное, 5-6 футбола покупают. Вот этот парень из Индии бедолага до сих пор не может купить. Мы не можем купить. А, реально? Да. Ты не ожидал так много людей? Я ожидал, но не так много. Но кто самый популярный? Все. Все. Не только Кварацкалы. Мамадашвили. Каждый день, сколько вы можете купить здесь? Нет, не знаю. Ты не знаешь вообще? У вас есть больше людей, чтобы купить штуки после мальчика против Португа? Да, конечно. Мы, конечно, смотрели и мы очень рады об этом. Может, мы можем повторить это в Португа. Да, я ожидал. Я ожидал это. Я не ожидал этого. И я также curious. Ты работал на следующий день после Португа? Да. Потому что, реально? Ты не выходил для дома? Да, но я работал. Окей. Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Красный магазин. Находится он прямо напротив стадиона «Динамо». Вот видите, здесь, если даже не разбираетесь в локациях Тбилиси, можете загуглить, очень легко находится. И если вдруг Грузия сейчас обыграет Испанию, то я не знаю, что будет с этим магазином. Мы обязательно туда еще сходим, если вдруг это случится. Ну, а если нет, что же, порадуемся за грузины и за их бизнес. Видите, не только флаги продаются, но и футболки. Друзья, за моей спиной арена «Динамо», стадион имени Бориса Пайчадзе. И именно здесь сборная Грузии завоевала путевку на чемпионат Европы. И все чудеса, сказка грузинская началась именно здесь. Я думаю, что те матчи с Люксембургом из Греции никто никогда не забудет. Особенно ночь после игры с Грецией, когда Грузия впервые в истории оформила себе путевку на чемпионат Европы. Не будем забывать и про матч между сборными Грузии и Испании, который проходил здесь как раз таки на этой арене в сентябре прошлого года. И тогда Хвич с партнерами пришлось ой как несладко. Я был на той самой игре, и поэтому давайте коротко вспомним основные события того матча. Я не чувствую, что это футбол-обород, а это как шассивная. Ооооо... Становый гонок! Никогда не прокинувал гонку, но не активно. О, мой гаааааааа! О, мой гаааааааааааааааааааааааааа! Играет музыка! Играет музыка! Кирилл! Ты можешь бросить пчелку! В горы! Очень тракий воздух в каждом игре Дефенция, опять же, и вы видите, что он проигрывает Никол Уринас, Спириду 7-1 Знаешь, кто играл? И вот знаете, вроде бы это было давно, и преимущество было безоговорочно, потом еще команды встречались в Испании, Испания опять выиграла 3-1, вообще у них 6 побед в 6 официальных матчах, но вот эти 90 минут, которые нас ждут, это же будет совсем другая история. Да, Испания может опять и выиграть, но вот эта расслабленность, которая может у них быть после 10-2 по сумме двух матчей, она может сыграть злую шутку с командой, и давайте не будем отдавать заранее победу Испании, я думаю, что в этой игре все возможно. К сожалению, здесь, на этой арене сборная Грузии никогда не выиграла, но не будем забывать и про еще один матч, который тоже есть в истории противостояния этих команд. Правда, Хвичи тогда еще только в школу ходил. Чем бы эта игра не закончилась, хочется сказать спасибо Грузии за то, что сказали. Стаска продолжается, и мы сейчас с вами вообще рассуждаем об этих перспективах. Ждем завтрашней игры. Я надеюсь, что вам понравилось это превью, поставьте лайк, подпишитесь на это видео и оставляйте ваши прогнозы, ваши комментарии, что вы ждете от сборной Грузии и ждете ли вообще. Может быть, и не надо ничего ждать, давайте просто посмотрим футбол, получим удовольствие или только победа. Жду ваши комментарии, ну и вы ждете очередного выпуска. Завтра я пойду на стадион имени Михаила Месхи.